9 июня 2023 год. Сейчас мне не дают ни афоризм, а немножко рассуждение по поводу взрыва на Каховской ГЭС. Потому как сегодня уже третий день, и я несколько в шоке нахожусь от того, что до сих пор люди обсуждают по поводу того, что это типа украинцы взорвали. То есть на самом деле ходят сейчас такие варианты в интернете. И, ребятки, вы знаете, за историю войн вообще хотя бы один случай, чтобы войско перед наступлением сжигало перед собой мосты, или взяло максимально непроходимость дела местности, затопив территорию. То есть это что за бред вообще? Как это вам в голову приходит? Я даже сейчас не беру то, что больше года уже не имеют доступа к этой гидроэлектростанции украинские войска. То есть как вы себе это представляете? Какая была идея украинских войск перед наступлением, то есть взять и запрудить эту всю местность с водой? То есть пошли за грибами, ну давай предварительно лес подожжет, блин. Чуть как это, блин. Ну должен же быть, ну логика какая-то в действиях должна быть, да? Мы же вот эти украинцы, да, мы же не Путин, вот этот, который ведет себя как пьяный крот, блин, сейчас пик, блин, на перекрестке, блин. Ну что мы хотели, когда мы взрывали, блин, якобы, блин, эту плотину. Ну, второй вариант это то, что она сама упала, устала. Вот 70 лет она стояла, стояла эта плотина. В день наступления она решила устать, устала с металла. То есть 70, сколько, сколько это, вот один день она выбрала, 70 лет она стояла, сколько, 70, 365 дней в году, 70 лет. Ну 7 на 360 это сколько получилось, 7 на 3, 221 тысяча плюс 42, это получается 25 тысяч дней она стояла. Ну вот именно когда собрались украинцы идти в наступление, она сказала, я устала, устала с металла, металла, я икру, блин, нафиг, капец, блин. Ну вы понимаете, что это статистически невозможно просто. Я уже не говорю о том, что, ну, чтобы такую плотину обрушить, там ее надо изнутри напихать огромным количеством зарядов. Снаружи ее только атомной бомбой разрушить можно. Она же строилась, при каких, при ком, блин, при том, уже после того, как ядерная бомба уже испробована была, там, 56-й год, да? То есть, ну, гребаный капец, ну, где логика? Ну, если кто-то слушает такие новости, там, смотрит, он же смотрит телевизор, то есть у него есть глаза, они скорее, вот логика, да? То есть, раз он слушает, смотрит новости, у него, значит, есть глаза, они, скорее всего, находятся в голове, да? Я слышал, что глаза, это периферийный, мозг на периферии, но не настолько же на периферии, чтобы башки вообще не было. То есть, и если у вас есть глаза, у вас есть голова, блин, и в этой голове, помимо глаз, наверное, же еще должен быть мозг, да? И даже если у вас там одна извилина, и это, по сути, блин, не извилина, а расщелина между левым и уралом полушарием, который там глубиной с Марианской упадет, все равно вам должно дойти, что не бывает таких совпадений. 25 тысяч дней стояла, блин, нафиг эта гребаная Каховская ГЭС, а тут, блин, нафиг она взяла и, блин, пупок у нее развязался. Хрен его знает. Очень эмоционально, потому что я столько людей вижу сейчас в интернете. Где башка у вас, народ?